Девочки, сегодня у нас новый день. Мы, в общем, вчера очень хорошо посидели, но, правда, совсем немножко и достаточно поздно, потому что у мужа было очень много работы. Можно заметить сзади меня инсталляцию шариков. Я решила их перевязать между собой и повесить. Мне кажется, получилось очень даже симпатично, но пару шариков у меня, к сожалению, подсдулись, но это только моя вина, потому что я их очень плохо перевязала у основания, и, в общем, воздух потихоньку выходил, и, по-моему, три шарика я выкинула уже. А вот эти держатся уже, считая, целые сутки. В принципе, это хороший показатель для шариков, которые необработанные, которые без геля. В профессиональных местах, где надувают шарики, там добавляют какую-то смазку, что ли, в общем, перед тем, как надувать шары, и они, собственно, дольше остаются в надутом состоянии. Но вот в моем случае они, в принципе, сутки продержались, это хорошо. Надеюсь, еще, может, пару дней продержатся, потому что мне нравится, как они выглядят. Я их приколола на булавку к тюле. И сегодня у меня, кстати, из планов сходить на массаж, на аппаратный массаж, и потом, после массажа, я хочу дойти до галереи. У меня там заказ одной штучки от Dior. Золотое яблоко в последнее время привозят небольшими партиями интересные товары от Dior, и, собственно, я периодически их покупаю, какие-то свои хотелки. Но есть такой нюанс. Многие товары приходится забирать лично в золотом яблоке, несмотря на то, что я оплатила товар, он у меня там лежит оплаченный. Я должна прийти в течение, по-моему, трех дней забрать его, в том числе и день, когда я оформила. Собственно, забрать товар. Почему-то доставку они не оформляют, даже Яндекс там какую-нибудь доставку. Потому что Литуаль и Ревгош, когда я заказывала, они спокойно делают Яндекс.Доставку, и тебе товар приходит в этот же день. Но вот почему-то золотое яблоко так не делает, и придется самой идти. Если бы это было не Dior и то, что я хотела, я бы, наверное, не стала заморачиваться. Но ничего, у нас, в принципе, погода более-менее ничего. Даже проглядывает какое-то солнышко через облачка. И, в принципе, достаточно сухо. В этом году у нас хорошо убирают город, поэтому нареканий никаких нету. Выходит солнышко. Надо, кстати, будет пересесть тогда. Как раз я сяду к солнышку, чтобы свет был еще лучше. Давайте, может, чуть-чуть вот так вот поставлю вас. Ну, когда солнышко, сразу настроение другое. И да, хочу вместе с вами сейчас открыть посылку из Лайма. Вчера я ее забрала на пункте выдачи. Не хочу ждать, пока сниму полноразмерное видео, потому что сегодня я навряд ли успею. Скорее всего, сяду завтра. И не хочу я, в общем, откладывать эти покупки. Я их так давно ждала, давно хотела. Так что давайте сейчас вместе. Вот такой вот пакет у меня с Ламоды. Лайм я заказываю иногда на официальном сайте, иногда на Ламода. Почему я иногда заказываю на Ламоде, так это для того, чтобы сохранить свой процент выкупа и сохранить свою 25-процентную скидку. Я заказала две вещи. Первая это кардиган. Ну, кстати, он такой плотный, симпатичный. Этот кардиган был очень популярен у Лайма осенью. Его тогда раскупили просто моментально, я даже не успела подумать. Вот сейчас покажу артикул его. Он достаточно плотный, такой тепленький. Я взяла размер L, потому что ни на сайте Лайма, ни на Ламоде, никаких других размеров не было. Он идет на молнии, достаточно плотная вязка. Все выглядит очень даже хорошо. Стоил он в районе, по-моему, 5-6 тысяч. И здесь у нас, по-моему, акрил. Тут вроде не хлопок. А, нет, здесь 60% хлопка и 40% акрила. В принципе, неплохой состав. Давайте примерим. Л-ка такая, оверсайз получается. М-ка, наверное, была бы более приталенная. Но, в принципе, ну что скажете? Я, конечно, в домашних штанах. Давайте вот так вас поверну. Ну, выглядит, мне кажется, очень даже стильно, симпатично. И плюс у него молния расстегивается до конца. Можно вот так носить. Можно застегнуть. И застегнуть можно прямо вот под горло. Если уж совсем будет прохладно. Ну, вообще, классная штука. Не зря я за ней охотилась. Не зря я ее заказала. Я, в принципе, очень-очень ей довольна. И сегодня, возможно, в ней и пойду. По рукавам тоже все хорошо. Достаточно длинный. В принципе, если вы плюс-минус моих параметров, то L-ка, вот можете посмотреть, она, да, такая более объемная. Но, в принципе, смотрится хорошо. И вторая моя покупка. Это рубашка, но эта рубашка не из женского отдела, а из мужского. Я ее увидела у одной девочки-блогера, и она ее очень сильно советовала. И, кстати, в мужском отделе рубашки дешевле, чем в женском, по-моему. И очень хороший состав у них. И также девушка советовала покупать размер L. И я тоже взяла L, чтобы она была более такая оверсайз. В общем, такая вот синяя рубашка. Красивый, приятный синий оттенок. Так, покажу артикул. Но, во всяком случае, девочки, в описании под видео всегда я оставляю ссылки на товары, которые я показываю в видео. Так что, кому как удобнее, переходите в инфобокс. И можете переходить по ссылке на как раз-таки товары, которые я показываю вам сейчас. Кардиган, скорее всего, уже раскуплен, потому что я тогда тоже покупала уже последние размеры. Возможно, стоит посмотреть на сайте Lime. А рубашки, я думаю, они еще есть. Мужчины не так часто покупают одежду, как мы, женщины. Единственный минус это все расстегивать очень долго. Я в последнее время подсела на клетчатые рубашки. У меня уже три в коллекции клетчатые рубашки. Но я ее потихонечку пополняю. Вот это будет четвертая рубашка. Кстати, состав у нее, по-моему, стопроцентный хлопок, что не может не радовать. Так, давайте посмотрим. Да, состав у нее стопроцентный хлопок. Бирочка вот здесь вот внутренняя, она немножко окрашена. Так что эту рубашку стоит, наверное, первый раз постирать отдельно, чтобы она не окрасила какие-то другие ваши вещи. Так, и давайте примерим. Ну, вот такая вот рубашка. Знаете, эффект получается рубашки. Есть всякие какие-то ниточки. В общем, эффект получается, как будто вы взяли рубашку бойфренда. Такая вот рубашка вашего парня. Достаточно длинные рукава. И вот так она смотрится на мне. Достаточно длинная, прикрывает попу. Это большой плюс. Я очень люблю, когда рубашки длинные и прикрывают пятую точку. Кстати, можно ее и вот так вот будет завязывать. Очень такая она свободная. И, в принципе, сейчас тоже модно вот так вот рубашки. Тоже будет смотреться очень стильно цвет. Очень классный, хороший, благородный синий оттенок в перемешку с белым. Я считаю, подойдет ко многим образом, ко многим аутфитам вашим. Будь то белые джинсы, будь то синие джинсы. Так что рубашка, я тоже довольна. Выглядит достаточно симпатично. И поближе покажу вам свои новинки. В общем, рубашка суперская. Еще раз артикул. И, в принципе, она, несмотря на то, что мужская, размер L очень хорошо смотрится. Такой в меру оверсайз. И что меня еще подкупает, что на мой рост она очень хорошо села. Так как женские рубашки не все делают достаточно длинные. И не всегда они хорошо смотрятся. И такой вот кардиган. Очень плотная, красивая вязка. Тоже размер L. В общем, я очень-очень довольна. И, собственно, у меня уже собирается моя коллекция клетчатых рубашек. Вот это вот от Lime. Есть вот такая вот от Nice One. Но, честно, цвет менее удачный. Не знаю, как-то он у меня не очень идет стилизацией с моими вещами. Но это более классические блузки. Вот это вот моя самая-самая любимая рубашка из тонкой шерсти Present Simple. И такая вот рубашка от NN2 Sisters. Не знаю, как правильно. Такой вот бренд. Ну, еще, кстати, есть вот такая вот от Lime. И заровская. Но это не клетчатый. Клетчатый у меня пока всего четыре. И, кстати, я заказала новый костюм на Wildberries. Потому что прошлый костюм для LPG массажа я опять порвала. В общем, заказала себе черный. Посмотрим. Взяла L, потому что, ну, какой был размер. Обычно я беру M. Но, в принципе, L тоже подойдет. Они супер тянутся. И, как бы, мне кажется, какой размер вы бы не купили. Если вы уж совсем миниатюрные. То, конечно, да, там L будет не очень. А если вы, в принципе, стандартных размеров, то ничего страшного. Я, в общем, экстренно заказывала. Потому что сейчас на них ажиотаж. И я пробовала заказывать другие костюмы. Они мне не нравятся. Мне понравился этот продавец. Мне понравились его костюмы. Но, к сожалению, их надо отлавливать. В общем, надеюсь, я черный не порву сегодня за один раз. У меня эти костюмы реально одноразовые. Я, что в детстве не любила колготки носить. До сих пор не люблю носить колготки. Потому что я их просто рву. У меня мама может носить колготки по несколько недель. Одни и те же. Ну, понятно, там, стирать и прочие моменты. Освежать их. Но у нее они не рвутся. Я не знаю, что у меня за талант такой рвать весь капрон. Я даже носки мужа рву. Хотя они плотные и хлопковые. Но я их умудряюсь порвать. Сейчас сразу положу его в сумку, чтобы не забыть. Потому что будет обидно, если я забуду. А во всяких массажных салонах они, конечно, в три раза дороже. Они, по-моему, по тысяче или по полторы продаются. Хотя на Wildberries я заказываю за 500 рублей. А то и, по-моему, 400 с чем-то можно их заказать. В общем, давайте вместе накрасимся. Давно мы этого не делали. Так вот, я сейчас немножечко по-другому стала краситься. И давайте покажу вообще, как. Значит, первое, с чего я сейчас начинаю, так это с геля для бровей от Pussy. Почему начинаю с него? Чтобы не катались вот эти белые катышки. После того, как я несу консилер и тональник, я очищу брови. Но все равно они не до конца остаются чистыми. И средство начинает немножко белеть и кататься. Вот такая вот, кстати, бровь получается. Буквально за секунд 15 я сначала расчесываю против роста. А потом укладываю их, как мне надо. И вот эта вот черненькая штучка я их перепечатываю. Получается красивый эффект ламинирования. Мне нравится. И можно сэкономить деньги на ламинирование. Собственно, все, брови у нас готовы. И они пока будут фиксироваться у нас с вами. Мы нанесем тон. Возьму свой любимый от Airborne. Все равно, девочки, несмотря на то, что у меня есть другие тональные основы, рука тянется к Airborne. Он достаточно легкий, хорошо ложится, хорошо выравнивает тон. Но я вам показывала в начале влога, что я сейчас пользуюсь кремом с кислотами. И, в принципе, лицо у меня даже без тональника выглядит хорошо. Но я все равно перекрываю вот какие-то сосудики у глаз. Все равно чуть-то выравниваю тон кожи, чтобы он был более однородный. Возможно, летом, когда лицо станет чуть позагорелее. Я вообще ничего не буду наносить. Я, кстати, хочу заказать себе капли от Clorans. И уже потихоньку готовиться к лету. Хоть какой-то загар себе сделать. У меня давно были эти капли уже. Мне они нравились. Но потом я стала ходить в солярий. После солярия я вообще ничем не пользовалась. Потому что я очень сильно испортила свою кожу в солярии. Ну как, кто-то это замечает, кто-то нет. На своей коже я заметила, что у меня кожа начала смотреться более уставшей. Более какой-то, знаете, такой возрастной, что ли, морщинистой. И стали появляться новые родинки. Это не очень хорошо с точки зрения здоровья. Поэтому я решила, что лучше я буду светленькой. Но меня не будет беспокоить постоянно появляющиеся родимые пятнышки на теле. Использую консилер от Clorance. Нравится мне он. У меня в 001 оттенке. В нулевом оттенке, не в 001. В нулевом оттенке. Я наношу вот такой вот плоской кисточкой от Manly Pro. Распределяю. И дальше тушевываю спонжем. Я еще, кстати, пользовалась автозагарами одно время. Но опять-таки, некоторые автозагары портят одежду. Они как-то не сильно приятно пахнут. Для меня в этом плане капли от Clorance самое такое безобидное средство получается. Потому что его просто добавляешь в крем пару капелек и все. Главное тщательно смывать руки и не наносить, знаете, вот эту вот область. Потому что иногда здесь образовываются такие вот усики рыженькие. Так, следующее наношу скульптор от Pro Makeup. Кстати, я сделала новый маникюр, нарастила ресницы. Но мы с вами в этом влоге ходили как раз-таки на бьюти процедуры. И я забыла показать. Ну, сделала все то же самое. Мне нравится этот цвет, нравится эта форма. Я такой достаточно стабильный человек в этом плане. Я вообще во многих моментах очень стабильна и постоянно. Если мне что-то нравится, я не изменяю себе. Так, и растушевываю кисточкой от Chic. Такой вот лапкой. Нравится мне она, очень удобно ей тушевать. Достаточно быстро она тушует и не оставляет пятнышек. Я использую вот такие вот вбивающие движения. А потом беру спонжик и прохожусь им, чтобы подтушевать границы. Очень классный корректор. Скульптор. Ну, он скульптор, по-моему, называется. Да, скульптор. У меня, кстати, в 0,2 оттенке. Если вы ищете хороший жидкий скульптор, то обратите внимание, достаточно он бюджетный. По-моему, он в районе тысяч стоит. Я, кстати, сейчас хочу попробовать от Inglot. У меня еще есть от Charlotte Tilbury. Но, знаете, он, конечно, хороший. Но, опять-таки, его так сложно достать. И он так дорого стоит. Ну, потому что, если доставлять его с наценкой байеров по курсу, который у нас сейчас, конечно, он получается очень дорогой. И, честно, этот не хуже. У меня еще есть от Anastasia стик в оттенке Fawn. Ну, достаточно популярный. Такой вот оттенок. Но он в стике. И, честно, его надо набирать либо кисточкой. Но наносить на кожу он может рвать тональник. Я такое не очень люблю. Хотя раньше я так его наносила. Но в последнее время я так не наношу его. Либо нужно наносить на палетку и с нее переносить на лицо. Но, опять-таки, это, знаете, какие-то танцы с бубном. Вот эту штуку нанес быстренько и растушевал и забыл. Я вообще люблю, если честно, быстрые макияжи. Без заморочек вот нанес и забыл. И все, чтобы хорошо тошевалось, между собой сочеталось. И не было никаких, знаете, действительно вот этих вот проблем и танцев. И не нужно подстраиваться ни под какие продукты. Такая вот я привередливая. Значит, беру пудру от Givenchy. В третьем оттенке. И кисточкой от Рублев я вот так смешиваю. Все четыре оттенка. И наношу на лицо. Можно заметить, как она хорошо зашлифовывает. Поры хорошо зашлифовывает. Блеск матирует. И как кожа красиво с ней выглядит. И при этом, знаете, если к вам близко кто-то подойдет. И человек не увидит, что на вас такой соль. Пудры, как бывает иногда с некоторыми пудрами. Ты их наносишь и под каким-то освещением. Или когда близко к человеку подходишь, прямо видно. Вот этот слой пудры. С этой штукой такого нету. Да, они, конечно, подорожали. Раньше они, по-моему, стоили в районе четырех тысяч. А то и, может быть, три с половиной по скидке. А сейчас они стоят порядка шести тысяч. Но эта пудра мне нравится. Она действительно очень хорошая. Хватает ее надолго. Ну, во всяком случае, у меня была рассыпчатая пудра. Мне ее хватило на очень долгое время. Посмотрим, насколько мне хватит этой. Но мне просто нравится формат пока что. Вот такой вот, что ты открыл ее быстро, воспользовался и закрыл. В отличие от рассыпчатой пудры, которую нужно высыпать, перемещать, нанести, стряхнуть. С этой все в разы проще. Итак, давайте нанесем румяна. Румяна, румяна. Какие румяна мы с вами нанесем? Ну, давайте мою новинку. Она пока у меня в коробочке. Я хочу записать для вас шорт. Румяна от Dior в двенадцатом оттенке. Красивый такой оттенок пыльной розы. Но мне на самом деле все румяна нравятся от Dior, которые у меня есть. У меня есть 0,1, 0,4 оттенок и 0,12. 0,12 более подходящий подо все. Так, и давайте нанесем. Наношу, кстати, той же самой кисточкой, что я наносила пудру. Такими похлопывающими движениями наношу румяна и растушевываю. Тушуются они очень хорошо. Наношу немножко на глаза, чтобы продублировать оттенок. Такой вот красивущий оттенок. Он не розовый, не красный. У него красивый оттенок. Мне кажется, на каждых девочках он будет выглядеть по-разному. Такой красивый персиковый, немножко с красненькой оттенок. Но мне нравится, как он на мне смотрится. Так, и давайте нанесем хайлайтер от Dior. Я смешиваю вот эти два оттенка. Наносим также под бровь и немножко над верхней губой. Но нужно будет повторить это перед выходом, потому что я сейчас еще перекушу. Перед выходом чуть подправлю макияж. И причешем ресницы. Собственно, это мой весь макияж сейчас. Я больше ничего не добавляю. Иногда мне хочется чуть выделить глаза, и я могу подвести их карандашом. Но сегодня не хочу. Такой вот естественный нюдовый макияж. Макияж без макияжа, можно так сказать. Я люблю такие макияжи. Спокойные. Мне кажется, они мне идут, в отличие от каких-то ярких. Ну и плюс под яркие макияжи нужно какое-то событие. Вот. Там какая-то прическа сразу же, соответствующая одежда. А для повседневного, я считаю, очень даже симпатично получается. Поближе вам покажу. Губы я накрашу чуть попозже, опять-таки, когда поем перед выходом. И да, сейчас пойду позавтракаю. Как раз-таки муж должен сейчас приехать. И нужно будет скоро собираться, потому что мне через час, по-моему... Сколько времени-то? У меня, в общем, стоят какие-то секундные часы. В общем, у меня вместо, там, 12, 1, 2, 3, 4, у меня 65, 10, 15. Ну да, наверное, секундные. В общем, теперь мне не сосредоточиться. Мне получается через час уже как раз-таки выходить. Пойду завтракать. И, возможно, что-нибудь для вас поснимаю. Снимаю, когда буду делать массаж. И после массажа, возможно, что-нибудь снимаю в галерее. Вообще, хотелось бы пройтись по магазинам, но я уже предвкушаю, что это будет 4,5, и уже там будет достаточно много народу. Я не люблю такое. Меня немножко напрягает большого количества народу. Если вдруг там будет не такое большое количество, то, может быть, пройдусь. Я бы хотела зайти в Росси и в Манекен. Я давно присматриваюсь к бренду Манекен, но до сих пор что-то ничего не купила. Хотя в последнее время я теперь присматриваюсь к Планта Росса и думаю купить там себе спортивный новый свитшот, так как сейчас я не обременена работой, и я могу достаточно свободно одеваться в стиле кэжуал. Для меня теперь вещи, которые такого более кэжуал формата, более приоритетные и более носибельные. Так что, ну, если все-таки решусь прогуляться, то что-нибудь засниму, если вдруг мне что-то понравится или буду что-то мерить, так что оставайтесь со мной. Девочки, я недавно пришла, забрала кое-какую посылку. На самом деле, очень долго ждала эту посылку. И давайте вместе с вами ее раскроем. Эта посылка у меня из магазина Рандеву. Вот так вот все хорошо упаковано в пупырчатую пленку. Их стандартный флайер. В Саше крема. И мне положили пробник духов. Но, кстати, они, по-моему, достаточно часто кладут именно эти духи. Даже не знаю, что это за парфюм. И я себе заказала вот такой вот аромабокс. Набор номер один топ-селективных ароматов для нее. Если честно, я не очень понимаю, почему другие магазины не делали раньше такие миниатюрки духов. Потому что, ну, все мы знаем прекрасно, когда ты приходишь в какой-то магазин парфюмерный, начинаешь нюхать сразу несколько ароматов. Во-первых, притупляется обоняние. Во-вторых, все эти ароматы между собой смешиваются. Несмотря на то, что ты все равно там нюхаешь кофе. Так или иначе, ароматы сбиваются, перемешиваются. И плюс у самого магазина, допустим, если это как молекула, то там достаточно парфюмерный запах из-за того, что там достаточно много парфюма. И там мне очень сложно выбрать какой-либо аромат. Я нюхаю в магазине, беру плоттеры с запахом и выхожу и понимаю, что на улице это совершенно другой аромат. А в золотом яблоке, к примеру, достаточно много народу. Я вообще не люблю в золотом яблоке тестировать ароматы. И зачастую в золотом яблоке популярные ароматы, именно тестеры этих ароматов уже пустые. И в принципе их не послушать. Я очень-очень давно хотела попробовать какой-нибудь аромабокс от Рандеву. Кстати, у меня есть свой промокод. Он немножко поменялся. Здесь оставлю новый свой промокод на 10% скидку на сайте Рандеву. На сайте Рандеву очень много подобных аромабоксов. Также, если вы не хотите покупать набор, можно купить миниатюрки любого интересующего вас парфюма, который представлен на сайте. Я так, кстати, покупала Байреда, потому что в золотом яблоке вообще не было тестеров на популярные их ароматы. Африканский балл и розы. А в молекуле, когда я слушала аромат, там абсолютно как будто другой запах. И я даже толком не могла понять, что я слушаю. Я уже себе заказывала такие пробники отдельно. И вот я наконец-то решила порадовать себя аромабоксом. И там есть как для женщин, так и для мужчин. Есть ароматы унисекс. И здесь, в этом аромабоксе собраны очень интересные ароматы, которые я хотела попробовать. У меня вот такие вот ароматы. Один из них у меня есть полноразмерный. Это Бакара 540. Самый популярный аромат. Очень мне было интересно послушать Killian Good Girl. Достаточно популярный аромат. Многие девушки сходят по нему с ума. Я его тестировала в золотом яблоке. Опять-таки из-за того, что там достаточно тоже парфюмерный запах. И у нас корнер Killian находится рядом с корнером Зелинский. И там стоят очень яркие ароматы Зелинский. Поэтому я даже особо и не поняла, что я понюхала. Byrede Африканский балл. Миниатюрку я пробовала, но честно, мне Byrede пока не откликается. У них достаточно сложные, интересные ароматы. Но пока я не ощущаю их на себе. Мне кажется, они мне не очень подходят. Следующий флёр наркотик. Тоже очень популярный аромат. И вот, кстати, я вот заказывала этот аромабокс исключительно из-за Good Girl флёр наркотик. Потому что достаточно яркий, популярный аромат. И у нас есть прекрасная женщина в Ильдеботе. Кто живёт в Петербурге, Гранд Пассаж, по-моему, или Гранд Палас. Я всё время путаю на Невском. Там либо в Гранд Пассаже, либо в Гранд Паласе есть Ильдеботе. Там есть прекрасная женщина Нина. Она настолько красиво описывает ароматы, так правильно. Я, если честно, так не умею описывать. И она нам продала с мужем, если не соврать, ему три флакона духов, мне два. И мы просто туда не ходим, потому что мы знаем, что она нам продаст ещё какой-нибудь аромат. Но в ближайшее время, может быть, сходим, побалуем себя. Не знаю. Но я очень люблю различные духи. И я не тот человек, который, знаете, будет пользоваться одним парфюмом, пока он не закончится. Мне нужно достаточно большое количество парфюмов. Я думаю, кто смотрел мои влоги, видел в начале, наверное, осени. Я показывала свою коллекцию парфюмерии. Она у меня достаточно большая. Потихоньку пополняется. И мне кажется, настолько удобно, когда у тебя есть возможность протестировать, пожить с ароматом. На самом деле, в этом аромабоксе представлены достаточно дорогие ароматы. Они все от 10 тысяч. Я думаю, даже от 15 тысяч. А, нет. Ну, вот Монталь, он, по-моему, 10 тысяч, в районе 10 должен стоить. Но это достаточно дорогие ароматы. И, к примеру, вот так вот на Абум покупать и не пользоваться будет действительно обидно. А когда ты можешь купить миниатюрку, протестировать, пожить с ней, поносить ее на себе и понять, подходит тебе этот аромат или нет. Я считаю, это супер вещь. Это отличный подарок. Там, кстати, есть в разной ценовой категории ароматы. Есть и подешевле. Можно подарить подружке, коллеге. Я считаю, вообще, отличный вариант подарка. У меня, к примеру, девочка на работе обожает духи, обожает тестировать духи. И вот для нее это был бы, наверное, очень классный подарок на какой-либо праздник. Я немножко отошла в сторону. Итак, флер наркотик. Вот как раз-таки эта женщина Нина Вальдеботе. Она очень рекомендовала этот запах. Но, опять-таки, Вальдеботе то ли он был не представлен, то ли тестер закончился. Поэтому не было возможности его послушать. Также кирки. Тоже очень-очень популярный аромат. Я, честно, не знаю даже, как они пахнут. Сладкие они, не сладкие, терпкие. Я и описывать ароматы не особо умею. Но будем тестировать. Я безумно рада, вот что у меня появилась возможность протестировать эти ароматы. Так что кирки здесь. Какой-то наркосит. Я надеюсь, я правильно читаю название. Я не знаю, что это такое. Я даже не знаю этот парфюмерный дом. Дальше кокаин. Тоже очень интересное название. И, опять-таки, я не знаю, что это за аромат. Следующий аромат это Бакара Руш 540. Это популярный аромат. У меня он есть. Он достаточно интересный. Но это спорный аромат. Для кого-то он пахнет больницей, бинтами, чем-то неприятным. А для кого-то пахнет сладкой ватой. Для меня он пахнет очень-очень сладко. Вот какой-то конфеты, сладкой ватой. Но периодически я чувствую запах вот этого йода в больнице. Но мне нравится этот аромат. Он на мне очень красиво, сладенько раскрывается. И мой муж тоже его безумно обожает. И последний аромат это Роуз Мусс от Монталь. У меня есть также от Монталь ванила. Мне нравятся ароматы Монталь. Наверное, это самый недорогой из этих всех. Но я не знаю, правда, сколько стоит наркосик и кокаин. Но Монталь я знаю, что в районе 10, по-моему, в золотом яблоке можно найти. Я очень-очень рада этому наборчику. Еще раз покажу вам. Так что, если вы такой же любитель ароматов, я думаю, это вообще для вас будет находка попробовать так много ароматов за такую небольшую цену. И плюс еще этих ароматов, допустим, вот я люблю свою Букару. Она, конечно, очень-очень стойкая. Но периодически, знаете, хочется, когда ты вот рано утром ушел из дома, и к вечеру, к примеру, хочется обновить аромат. И, допустим, травала покупать для каждого парфюма. А для меня это вообще не актуально, потому что я каждый день меняю парфюмы. И сколько мне травала нужно, чтобы все эти парфюмы свои туда перелить. Так как эти травалы нельзя помыть. Они используются только для одного аромата. И эти миниатюрки тоже будет очень удобно брать с собой, чтобы подправить аромат. И потом спокойно выкинуть, докупить, допустим, другую какую-то миниатюрку и носить с собой, и также обновлять аромат. Такой вот у меня аромабокс. И, кстати, коробочка тоже такая добротная, на магнитах. Так что, девочки, я очень-очень довольна этой покупкой. И давайте, наверное, какой-нибудь аромат нанесем. Не знаю. Давайте, наверное... Вот жалко, они здесь, знаете, не пишут ноты, там, цветочный или древесный. Это было бы, кстати, очень удобно, чтобы не ошибиться при выборе того или иного аромата, если вдруг вы не знаете, как он пахнет. Давайте я взяла флёр наркотик. Очень приятный цветочный аромат. Для меня он раскрывается как... Знаете, он мне пахнет вот чем-то знакомым. Такое ощущение, что у меня у тёти что-то похожее. Очень приятный аромат. Такой вот, как раз, на весну цветочный. Но, повторюсь, я описывать ароматы не очень умею, но... Пахнет приятно. И как будто немножко цитрусовый, что ли. Но это чисто мои ощущения. Первые ноты были какие-то цветочные, а сейчас как будто небольшая кислинка есть. Знаете, как идвент календарь получается. Каждый день новый аромат буду тестировать. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...